Приветствую вас, други мои! Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А сегодня у меня Рогозин Дмитрий Олегович. Кратенько дам анализ личности. Где-то будут задеты внутренние и скрытые стороны, как я их называю, матрицу. Начну сразу же с религии, потому что это сквозит. Что касается религиозных, нравственных, каких-то философских взглядов, то здесь слишком много противоречий и, прежде всего, противоречия общепринятым каким-то взглядом в социуме. Он испытывает значительные трудности в приспособлении, прежде всего, к социальным условиям, то есть к той жизни, которая происходит в России. Например, его статус или же его доход и доход обычного человека. Ну и какие-то, естественно, требования, общепринятые, я бы сказала, требования в социальных условиях жизни. У него присутствуют препятствия в адаптации именно к этим общественным порядкам, которые идут испокон веков. Конечно же, у него есть связь с космосом, пророчества. Он умеет передавать мысли, он умеет считывать эти мысли. Но это только до какого-то периода или же с какого-то периода. Здесь он ограничен всё-таки рамками, временными рамками какими-то. Я не буду дальше рассматривать, это слишком личное. Он может хорошо передавать мысли, возможно, какую-то информацию. Но тоже есть некие блокировки, как я их называю. То есть всё, что касается деятельности, вот там он должен и работать. Дальше за рамки выходить нельзя. Он поставлен в эти жёсткие рамки того дела, которым он занимается. Что касается богатства, счастья, денег, то здесь человек использует силу своего коллектива, общественное положение, согласие для удовлетворения своих страстей и прославления, то есть славы. Хотя ему дано очень-очень много. Это человек, который, я скажу так, прославляет войну, готов вести священную войну, чтобы заслужить общественное признание каких-то своих склонностей. Ну, почему-то идёт насилие. Что касается войны, я бы отнесла это к профессиональной деятельности и, конечно же, к отстаиванию каких-то личных интересов. Это человек, который работает, может работать на фабрике, на вооружении. Мы знаем, что он сейчас связан с космосом. Возможно, расточительство и злоупотребление чужими средствами. Возможно. Сказать, что это человек религиозный, социальный фанатик, я не скажу. У него очень сильная воля к победе, уверенность в себе. Для него характерны чистолюбивые помыслы. Он готов много для этого трудиться, получать необходимые знания. Кстати, у него очень-очень хорошие организаторские способности. Что касается нравственного сознания, да, оно есть, и он склонен отвергать не всё, я так предполагаю, это моё личное мнение, некие предложения, которые могут повредить или же навредить его достоинству, его моральному облику и репутации. Как ни странно, это тоже есть. Вверх какой-то романтизм. Кстати, ему очень трудно по жизни расслабиться. Общителен, но не всегда честен и надёжен в поступках. Этого у него нет. Велика склонность к лицемерию. Он может приукрашивать истинные причины своих поступков. Что касается, опять же, религии, то она часто лишь для прикрытия или для притворства. Что вот, смотрите, какой я богоугодный, богопослушный человек. Человек часто мечтает о какой-то другой стране. Так что смотрите, может, у него уже где-то есть вилы. Ой, в сарае у меня тоже вилы стоят. Ну, это предположение, но это есть, что он смотрит туда за кордон, за рубеж. Любит, чтобы работу оценивали по заслугам. И, опять же, всё-таки мечтает об иной прекрасной стране, где хотелось бы ему прежде всего работать. Поэтому, если есть какие-то связи с заграницей в его, в том ведомстве, где он работает, чем он занимается, то это присуще ему по судьбе. Любовь. Любовь горяча, но сдержанна. Долго по жизни мог выбирать себе партнёра, колебался. Испытывал массу приключений, но выбрав, как говорится, высоко несёт знамя этого брачного союза. Кстати, у таких людей, как он, многие союзы не распадаются, даже если любовь умерла. Как из любовного союза вырастает дружба, взаимопомощь, протекция, то есть продвижение друг друга. Но если будет оскорблено его тщеславие, то любовь тут же закончится. Критику в свой адрес от партнёра, брачного партнёра, не переносит. В остальном человек приветлив, великодушен, терпим. Особенно терпим к маленьким слабостям. Детям, кстати, детям с ним хорошо, так как он является для них примером, даже неким партнёром. Скажу мягко, в глубине сердца Рогозин игрок, авантюрист, любит риск, любит открывать и исследовать новые миры. А у него для этого всё есть. Выбирает дороги, по которым никто не ходил. Предпочитает дороги безопасные, надёжные дороги. Он ещё и думает, куда, чтобы не пострадать. У него независимый, беспокойный характер, стремление к свободе. Ему нужен такой стиль жизни, при котором он может путешествовать, находиться в движении. Ему необходимы перемены и возможности встреч с новыми людьми, перспективы расширения своих горизонтов, как профессиональных, так и личных. Ненавистный ему постоянство, рутина, то есть человек, который горит на работе. Он уверен в своём будущем до тех пор, пока не лишат его свободы действий. Смотрела материал Андрея Караулова, журналиста, где он критиковал поэзию Дмитрия Рогозина. Так вот, вынуждена опровергнуть, что по «Матрице», по «Судьбе» у него есть указания на изысканную речь устно и в письме. Голос у него мягкий, мелодичный, способности к литературе у него есть, к поэзии. Он даже на этом зарабатывает, так что тут увидите, как поворачивается. Человек дипломатичен в обиходе, так как его цели направлены на эстетические области в партнёрстве с другими. Эстетика. Может быть, поэтому и висят на сайте его ведомства его же произведения. Есть у него способности к науке, к математике. Это даёт понимание связей и отношений в широком смысле. Наслаждается человек обществом другим, излучает красоту, гармонию, насколько это возможно. Может улучшить, и вот хотелось бы, чтобы он всё-таки услышал и начал улучшать здоровье других людей. Ему это под силу. Есть где-то какое-то направление, которым он мог бы заниматься. Человек обладает сильной энергией в профессиональном плане. Материалист заботится об ощутимых результатах, содержит семью, медленно, но верно идёт к цели. Это политик. Я уже говорила, что у него хороший талант организатора. Это руководитель. Это военный человек. Есть у него такое указание, что он презирает богему и не понимает своих детей, ведущих праздный образ жизни. Может использовать других людей для достижения своих целей. Растрачивая человечность, прежде всего. Присущая ему сверхэкономность, упрямство, жестокость. Он относится к достижению своих планов, я бы сказала, честолюбивых планов, с полной ответственностью своих честолюбивых планов. Вот к этому он относится с полной ответственностью. Человек дисциплинированный, упорный, энергичный. Цели у него материальные и конкретные по жизни. Хочет пользоваться большим влиянием, авторитетом. Ему очень нравится командовать. Он способен к работе без отдыха. Что его разрушает? Его разрушает то, что он использует силу коллектива, общественное согласие для удовлетворения своих страстей и прославления. То есть все, что касается коллектива, общества, то это очень такой разрушительный момент в его жизни, так как это все используется в личных целях. Конечно же, он выполняет свои должностные обязанности, как положено, но здесь еще есть и вот такое указание. Есть у него указание на опасность авиакатастроф, так что летать надо поменьше. Он это предчувствует, и у него наблюдается болезнь, страхи, неврозы, фобии, берущие начало в подсознании. Вообще, при плохом, самый плохой исход для него – это психбольница. Он может стать жертвой отрицательных душевных влияний. Ему надо держаться дальше от астральных, паранормальных воздействий, сеансов каких-то, экспериментов с психическими, может быть, даже наркотическими веществами, я предполагаю только. И для человека опасна одержимость. У него существует страх перед недозволенным, комплекс неполноценности. То есть, когда человеку что-то не дается, нет дозвола, неважно, на уровне правительства, на уровне подсознания, то это дает комплекс неполноценности. Человек может быть коварен, заниматься нечистоплотными вещами ради своих целей. Это я предполагаю тоже. Он притягивает к себе, как магнитом тайных врагов, попадает во всевозможные интриги, скандалы. Друзья могут быть безжалостны, безучастны или такие же, как он сам. Его кредо несгибаемо, догматично, тиранично. Чаще по жизни это человек или же комплекс мученика, чтобы заручиться симпатией людей. Он готов где-то и пострадать. Это, конечно же, отталкивает многих, его избегают. Отсюда, возможно, одиночество и жалость к себе. То ведет или же может приводить к психозам. Очень велика потребность, как я сказала, в свободе, в браке, в партнерстве. Необыкновенная жажда независимости делает невозможным связывать себя надолго даже с партнером. Видите, насколько идут противоречивые отношения даже в браке. Он может быть другом, остаться другом, но могут быть проблемы все-таки в партнерстве. Что касается брака, еще скажу, что брак, возможно, заключается неожиданно, происходит при необычных обстоятельствах. Могут быть тесные отношения с близкими друзьями или, наоборот, временные и поверхностные. То есть ни к чему не обязывающие, ничего не стоящие. У человека есть телепатические способности, восприятие настроений, чувств. Человек имеет знания, он этими знаниями пользуется, он их культивирует. И эти знания, конечно же, его же опустошают. У него на данном этапе происходит потеря энергии. Он уже высшим силам не интересен. Человеку по жизни слишком много дано. С него бы, кстати, получился хороший врач. Да, дорогие мои, не удивляйтесь. Матрица указывает на то, что человек связан с постоянной войной, борьбой, неким пленом. Это имеется в виду не в буквальном смысле плен, а, скорее всего, что человек может быть пленен какими-то договоренностями, какими-то обещаниями. И, возможно, изгнание и тюрьма. Здесь также есть указание на предрасположенность или же существует вероятность отравлений. Он может пострадать от химических веществ, кислот, даже от анестезии. Он может просто не проснуться после приема каких-нибудь лекарственных препаратов. У него есть предрасположенность к аллергии. Хочу также отметить всё-таки его отношение к религии. У него идёт некий конфликт с внутренним миром и внешним именно в отношении религии. То есть внутренне он это приемлет, он это культивирует, он над этим думает. Ну а внешне он это может всячески отрицать. Буду благодарна, если вы напишите комментарии, пишетесь, поставите лайк. Особенно если продолжите эту тему, напишите какие-то интересные ситуации, интересную информацию, которой вы владеете о Рогозине Дмитрия Олеговича. Ну, я на этом заканчиваю. С вами была я, Зоя Клемюк, психолог, энергопсихолог, астропсихолог. Берегите себя и тех, кто рядом. И всё у нас с вами будет хорошо. А это сделать очень сложно, практически невозможно. Но тем не менее, я всем нам с вами желаю удачи.